Бендеры Белая дама По легенде ее можно увидеть в одной из башен с ребенком на руках А в полнолуние по крепости проносится табун лошадей Говорят, он вырывается из-под земли и уходит в небо Возможно, этот табун сгорел в конюшне, когда крепость захватил граф Панин Легенда номер три Сокровище Золотая карета Мазепы Она до сих пор где-то в подземельях крепости Историки говорят, Гетман въехал в Бендеры на деревянной телеге При себе у него были бочонки с золотом, серебром и огромный бриллиант 90 карат Сокровище, как и могилу самого Мазепы, потом искали многие, тот же Пушкин Об этом он писал в поэме Полтава Здесь же поэт узнал невероятную историю Ему рассказали, что в то время в Бендерах, кроме военных, никто не умирал Секрет долгожителей оказался обманом чиновников Позже эту историю Пушкин рассказал Гоголю А тот написал мертвые души Еще одна легенда связана с лабиринтами Во время ремонта дорог в городе часто находят подземные галереи Это разветвленные катакомбы и обычные подвалы Их рыли торговцы для хранения товаров Овощей, фруктов, зерна Говорят, есть ход, который тянется от самой крепости к Суворовской горе Но его пока не нашли Суворовская гора – еще одно легендарное место Назвали ее в честь генералиссимуса По легенде Суворов приказал возвести насыпь Работа не прекращалась даже ночью Шествие с факелами использовали, чтобы создать иллюзию бесконечной армии Турки пришли в ужас Есть и другая версия В этой самой горе похоронен любимый конь Суворова Землю для кургана русские военные приносили в своих шапках А брали ее, когда рыли подземные ходы в крепости Историки уже доказали Суворов в Бендерской крепости никогда не был Но легенда все еще живет